Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». В студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Контракты на миллиарды. Подведены предварительные итоги сочинского инвестфорума. Загрызли насмерть. В Цивильском районе собаки напали на местных жителей. Коммунальная модернизация. Сколько чебоксарских сетей и объектов отремонтируют в этом году. Подведены предварительные итоги российского инвестиционного форума. Делегация с Чувашией за два дня работы наладила немало взаимовыгодных контактов. Развивать партнерские связи с республикой намерены в образовательном центре «Сириус», ассоциации кластеров и технопарков, а также рыбаков в фонде. Все подробности из Олимпийской столицы у Дмитрия Ковалева. Биржа деловых контактов. Только на этой площадке за два дня прошли сотни рабочих встреч. Уже подсчитано, что участники форума подписали соглашение на 800 миллиардов рублей. Важнейшим проектом для экономики республики должен стать новый завод по выпуску пероксида водорода. В этом веществе нуждаются фармацевтика и косметология. Спрос высокий, отмечают инвесторы. Изначально из природного газа мы получаем водород, из водорода уже делаем перекись. И это жидкий продукт, который можно возить теперь в цистернах, перевозить на более далекие расстояния. Поэтому это повышение экспортного потенциала как в целом страны, так и нашего региона Чувашия. Правительстве региона окажут поддержку инвесторам. Предприятию могут предоставить налоговые льготы. На реализацию проекта направят более 5 миллиардов рублей. В итоге намерены создать 200 рабочих мест. Это отразится на экономике Новочбоксарска, отметил глава республики. Я благодарен собственнику, открытому акционеру Схимпро, Виктору Феликсовичу, он же строит с нашей помощью, субсидируем процентных ставок, тепличный комбинат. В перспективе 20 тысяч тонн овощей дополнительно появляется. Начинающих бизнесменов намерены поддержать в Рыбаков фонде. Подписанный документ о взаимодействии с регионом – очередной шаг в реализации новых проектов. Все эти мероприятия, которые заложены на бумаге, они должны реально отразиться на социальном самочувствии жителей Чувашьей республики, на социальном самочувствии предпринимательского сообщества. Екатерина Рыбакова отметила, что в фонде разработали образовательные программы, участниками которых станут и предприниматели Чувашьи, развивать партнерские связи с республикой, намеренные в ассоциации кластеров и технопарков. Поговорили и закрепили. Да, это важно. Одна из задач ассоциации – продвижение продукции предприятий за рубеж. На поддержку протентуют заводы, входящие в состав электрокластера Чуваши. Систематизация и четкое понимание структуры промышленного производства в регионе дает возможность анализа, а значит выявления так называемых инвестиционных ниш. То есть те объемы и те инвестиционные проекты, в которых нуждается бизнес. Итоги рабочего визита делегации республики в Сочи подвели сегодня в Доме правительства, в деловой программе российского инвестиционного форума «Десятки деловых мероприятий». Кроме того, в рамках форума был дан старт конкурсу по проектам цифровых решений для регионов. Уже Минформполитики совместно с заинтересованными органами исполнительной власти уже проведена работа. Подготовлено три кейса. На полях форума подвели и итоги Всероссийского конкурса социальных проектов. Победителем в одной из номинаций стала студентка Чувашского института культуры и искусств. По направлению по инклюзивное образование стала победительницей проекта аудиоспектакля по Чувашским народным сказкам и легендам для незрячих детей. Свой проект Ирина Святского представит и потенциальным инвесторам. Студентка примет участие в работе Санкт-Петербургского экономического форума. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев и Борис Андреев. Республика. О работе с бюджетом республики и о своевременном оформлении всех финансовых документов говорили сегодня на совещании главы Чувашии и правительства. Работа с бюджетом идет в плановом порядке, отметила министр финансов Светлана Янилина. Предварительные итоги за январь выглядят так. На сегодняшний день по доходам бюджет исполнен консолидировано на 13,3% и по расходам он исполнен на 3,6% от годовых плановых назначений. Доходы в целом составили 8 миллиардов 357 миллионов рублей. С них 26% это доля собственной доходы, они составили 2,1 миллиард рублей, 6,1 миллиард безвозмездное поступление. Тенденция роста собственных доходов, явно обозначившаяся в прошлом году, сохраняется. Плюс 12% по сравнению с январем 2018-го. Среди регионов Приволжского федерального округа по росту налоговых и неналоговых поступлений Чувашия находится на седьмом месте. По налогу на прибыль на третьем месте. Светлана Янилина отметила, что с федеральными органами исполнительной власти необходимо заключить 57 соглашений. Речь идет о 6 миллиардах рублей. На сегодня в системе электронный бюджет заключено 55 соглашений. Держать на контроле надо и соглашение о реализации региональных проектов. В этом году их 49. Кроме всего этого, вне системы электронный бюджет будут подписаны региональный проект «Новые возможности для каждого» и промышленный экспорт. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с депутатом Государственной Думы России Дмитрием Пирогом. Чемпион мира по боксу среди профессионалов приехал в Чебоксары не случайно. В республике проходит первенство Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов «Россия по боксу». Бокс в республике – популярный вид спорта. Здесь начинали свои первые шаги заслуженные мастера спорта Валериан Соколов, Валерий Львов, Валерий Лаптев, мастер международного класса Владимир Мельник и другие. В разные времена представители Чувашской школы составляли славу российского спорта, отметил Михаил Игнатьев. Дмитрий Пирог успел не только посетить соревнования, провести мастер-класс по боксу, но и встретился с чувашскими спортсменами и студентами. Я в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. С молодежью общаюсь и везде смотрю, сравню. Это уже не произвольно, профессионально не происходит. Хотел бы отметить, что очень талантливая молодежь у нас в стране. Но если непосредственно о вашей республике, о вашем регионе, ну даже о спорте. Говорить о спорте, который мне близок знаком. Как много талантливых, одаренных ребят. В ходе встречи обсудили развитие боксов в Чувашии, в том числе качественной подготовки квалифицированного тренерского состава. Как изменилась ситуация с преступностью в республике за прошлый год и сработали ли меры по профилактике правонарушений. Об этом говорили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка при главе Чувашской республики. О криминогенной обстановке в режиме видеоконференции доложили главы муниципалитетов. Отдельной темой стала преступность среди несовершеннолетних. Подробнее в завтрашнем выпуске. В деревне Первая в Урман-Косы Цивильского района две овчарки напали на местных жителей. Одна из пострадавших скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло утром 17 февраля. Две собаки, кавказская и среднеазиатская овчарки, оказались без присмотра и набросились на троих сельчан. Около 8 часов утра 17 февраля в деревне Первая в Урман-Косы Цивильского района две собаки, кавказская и среднеазиатская овчарки, оказавшиеся без присмотра, набросились на троих сельчан и покусали их. В результате одна из пострадавших, 76-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Еще двоим мужчинам в возрасте 70 и 60 лет были причинены различные раны и им оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий этому способствовавших. Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются пострадавшие и свидетели. Вышеуказанные собаки обезврежены. Расследование уголовного дела продолжается. Пять теплотрасс капитально отремонтируют в этом году в Чебоксарах. О выполнении планов ремонтных работ и реализации инвестпроектов на коммунальных предприятиях столицы далее. Теплосеть – самое молодое коммунальное предприятие города. Но за 4 месяца работы в прошлом году теплоснабжающая организация перевыполнила план ремонтных работ. По инвестиционной программе водоканала построили очистные сооружения и станцию для очистки за Волжье. Отремонтировали резервуары и канализационные сети. А вот у другого предприятия, которое отвечает за электрические сети, есть проблемы. План по данной инвестиционной программе на 2018 год составлял 87,57 миллионов рублей. Освоение инвестиционной программы за 12 месяцев в 2018 год составило только 43,5 миллиона рублей. Коммунальные технологии не в первый раз не выполняют нужный объем работ. Столичная администрация направила иск в суд о расторжении инвестиционного договора. Последние годы на уровне 50% пониже исполнения всех этих программ. Потерп на снабжение мы уже проходили, расторгали договор. Суд учел наши доводы, нашу информацию. Но здесь надо, потому что пути и все. Реконструкция кабельных сетей, капремонт, теплотрассы, систем водоснабжения, модернизация оборудования. Перед коммунальными предприятиями города стоят серьезные задачи на год. Современное проведение текущего капитального ремонта обеспечивает бесперебольную работу систем жизнеобеспечения. И срывы объемов, сроков недопустимы. Нужно процесс держать на личном контроле. Татьяна Леонтьева, Борис Андреев, Республика. С 16 февраля в Чебоксарах изменилась схема движения 11 маршрутов общественного транспорта. Все ли горожане знают об этом? Напомним, что коррективы были введены по просьбам жителей столицы. Об этом говорили на еженедельном совещании в столичной администрации. Этим утром на остановки общественного транспорта вышли специалисты районных администраций. Задача – проверить обновленную схему в действии. В целом, видно было, что наследие было проинформировано. Если так сказать, что процентов 10, наверное, пришлось напоминать, что маршрут поменялся. Помогло бы, во многом еще и наличие пионов информационных на самих остановках, что маршруты какие-то поменялись. 309 человек всего было обрушено. Из них 28 человек не знали, что некоторые маршруты были износы. Да, менее 10%. Общественный транспорт с утра работал без сбоев и по графику рассказали в отделе транспорта. Мониторить ситуацию на столичных улицах будут и дальше. Прошу продолжить работу в этих группах. В стране отметили памятную дату день вывода. Войск из Афганистана. 30 лет прошло с того момента, как наши бойцы покинули территорию этой страны. В минувшие выходные в театре оперы и балета прошло торжественное собрание в честь этой памятной даты. Офицеры, офицеры, ваше сердце подбит в целом. За Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в улицах звучать сердца. Знамена ветеранских общественных организаций торжественно внесли в зал. Минутой молчания почтили память о погибших при исполнении воинского долга. Из Чувашии в Афганистане по разным данным служили от 4,5 до 5 тысяч солдат. Более ста из них не вернулись на родину. Четверо считаются пропавшими без вести. 39 лет назад, когда наши войска только входили на территорию Афганистана, в их рядах был и Вениамин Петров. Как бы там сегодня ни говорили, мы с честью, как один, выполнили свой воинский долг. Мужественно, отважно, силой духа. И сегодня многие являются примером для подражения для подрастающего поколения. Ныне подполковник запаса Юрий Кудряшов попал на войну сразу же после училища. Вместе со своим другом они написали рапорты, чтобы попасть в состав ограниченного контингента 40-й армии. Там Юрию Кудряшову приходилось совмещать по 7-8 должностей. Возили мы стройматериалы, возили мы горючие смачивые материалы, возили мы продукты питания, возили боеприпасы для 40-й армии. Было у нас опасно, были обстрелы. Но мы старались, когда были обстрелы, мы старались, конечно, увеличить скорость, пролететь вот эти опасные районы. Потому что устроить какую-то оборону, оборону на протяжении 5 километров, это просто практически невозможно было. На собрании ветеранам вручили медали за активную общественную деятельность и патриотическое воспитание молодежи. Сильные и ловкие. В столице Чувашии прошел смотр-конкурс юноармейских отделений «Зарница» о борьбе за победу Юлия Важенина. Случить России удивительной стране, где солнце новое встает. Песню «За пиэ вай» – прохождение отделения с песней одной из заданий смотр-конкурса юноармейских отделений «Зарница-2018». Во дворце детского творчества собрались юноармейские отделения категории «Зарница». Это элиты в этой категории. Здесь представлены 10 лучших команд года Чубаксары. Состязание в строевой и огневой подготовке, сборка и разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки. Всего 8 дисциплин. Победы в них и определяют лучшую команду столицы Чувашии. «Мы судим по критериям, это строевая подготовка, как командир может докладывать, как он ведет себя и как учащиеся идут в строю. На это обращаем внимание». Один за всех и все за одного девиз юноармейцев столичной школы номер 3. Эти ребята – постоянные участники «Зарницы». К конкурсу мы готовились очень долго. Хотели бы очень сильно победить, но появились какие-то ошибки. «Мы плохо пели песни, не очень так хорошо, и неправильно выполняли команды». Один из конкурсов называется «Плакат». Здесь участники должны были изобразить историю российской армии в рисунке. «Я делаю рисунками. Я хочу показать, какой была Россия, какая именно форма у армии была в разных веках. То есть, например, это самая первая форма получится у нас. Это в середине, и это более современная». В итоге лучшей названа команда «Сыны Отечества» столичной школы номер 40. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. «Таким стал первый рабочий день этой недели. Я с вами прощаюсь. До свидания». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова